Эй, привет всем новичкам и матерым игрокам. Как у тебя дела, братишка и сестренка? Все хорошо? Я рад. Если ты разочарован в игре, пиши в комментах, что не так. Пусть разрабы знают, а я расскажу про очередных существ игры Вилд Лайф Онлайн. Перед тем, как начну этот маленький гайд, хотел бы сказать одному человеку из игры большое спасибо за то, что сделал в мой день. Жендос24, спасибо тебе большое. Он сначала не узнал меня, но когда узнал, показал действительно хорошие эмоции к моему персонажу, как к Бурбонплею. Благодаря таким фанатам я действительно понимаю, что делаю важное дело и привношу в жизнь игроков полезные вещи и просто разнообразие своим контентом. Пусть мои видео и не идеальны, но я стараюсь. И эти лайки, Жендос, ставят тебе и всем моим преданным фанатам, которых немного, но надеюсь вас станет гораздо больше, ребят. Если хочешь, можем махнуться просто вебрями. Также мы с Жендосом обменялись вебрями, я ему отдал свой слабенький вепрь, а он мне отдал получше и даже в донатном скине. Этот жест доброй воли я вообще не ожидал от человека, которого только встретил. Знаю его в минут 5 и он мне отдает одно из своих лучших оружий просто потому, что желает мне всего хорошего. Я этот вебрик сохраню и ни в коем случае не продам, братишка, у меня настроение было на весь день. Вроде мелочь, а было безумно приятно. Ребята, каждый ваш лайк я посвящаю моим фанатам, а с вами Старинобургон, погнали! Как вы все знаете из предыдущих видосов, я сейчас тусуюсь на побережье, фармлюсь, качаюсь, узнаю что-то новое и в этот раз решил заснять элементарный гайд, который позволит по большей части просто выполнить ежедневный квест на хороший опыт и небольшую кучку жетонов. Также эти мутанты посодействуют в прокачке оружия. Я знаю, есть много других мест, где можно прокачать более эффективно ваши пушки, но этому видео есть место быть. Особенно для тех, кто только пришел на побережье. Смотрите видео до конца, так как дальше у меня будет идеальная идея для разработчиков. Если они ее реализуют, будет просто пушка, даже если за донат. Точка на карте, с которой все начинается, это ежедневное задание на доске объявлений, ради которого и ходят на этих пауков. Подходим сюда, делаем тык-тык и погнали подписываться на мою группу ВКонтакте, в которой ты скорее всего не знал, братишка и сестренки. Я тут периодически что-нибудь пишу или публикую, жду вас там. Эти пауки ничем особо не отличаются от пауков в Мертвом лесу, кроме как уровнем и уроном, который по вам от них проходит. Минимальный уровень будет 15, а максимальный 22 и конечно же самый опасный, так как может снести пол хп, если у него прокнут все криты. Они напоминают что-то смешанное между раком и пауком, типа гибрида. Не зря проводили эксперименты до катастрофы, вытянутый крабообразный хвост, а лапы сложно назвать паучьими, так как на них нет лапок, а просто острые как у краба. Глаза выпученные, словно сейчас выпадут и то ли рога, то ли усики сверху. Если их осмотреть, то как будто реально огонь у них под кожей, адская смесь. Чтобы активно их фармить, вам нужно как следует запастись амуницией. Вы конечно же сами в зависимости от своего уровня и вместимости рюкзака планируете покупки, но у меня старало 47 уровня, которому я закупаю 40 аптечек, 800 плюс крафтовых патронов, так как эти пауки бьют огнем, то берем от 10 штук мази от ожогов. Также в нагрузку 10 бинтов, если вдруг нападет кабанчик, который вешает кровотечение. И главное прихватить хил гранат штук 15, так как бывает, что нападает несколько сразу, хилиться надо знатно. Значит затарились мы бронебойными и в путь дорогу получать п***. Находятся наши жучки в зоне B5, как ориентир. Если туда пойдете с южной стороны, то встретите несколько кабанчиков, для которых мы и взяли пару бинтов. Также слева уже будет топать один паук, больше одного тут не спавнится. Чуть ниже будет еще также один. Самые основные места спавна будут в квадратах А4-6 и Б5-1. Конкуренция я вам скажу знатная, поэтому если вы хотите тут пофармиться, то маловероятно, что у вас выйдет. Но бывают промежутки по времени, когда там никого нет и вы спокойно сможете прокачаться и насобирать ништяков с них. Я сколько раз фармил хоть один чел, но пробегал и мешал фармиться. Бывают понимающие ребята, конечно, и их достаточно много. Они делятся и вы вместе убиваете паучков. Фармятся эти огненные пауки, как я уже говорил, чтобы выполнить ежедневное задание и получить опыт и деньги. Больше они ни на что не годны по факту. Убиваются не сложно, но наносят по вам урон приличный своим огненным шаром, от которого и есть наша мазь. Если делитесь с одним пауком, то можете юзать мазь спокойно. Но если на вас бежит несколько пауков, то не стоит, так как если вы ее применяете, то автоматом блокируете применение аптечки и считай, что вам крышка. Если на вас бежит паук, то чтобы его убить, нужно спрятаться за деревом. Так как паук, хоть и прописан кодом, то понимает, что за деревом в вас проходит мало урона от него и начинает подбегать прям к вам под ноги, где вы его и убьете. Если же вы не будете прятаться за укрытием, то попросту замучаетесь бегать за ним и потеряете кучу патронов и жизни. Встаете примерно в этом месте и для вас вся зона от стрела пауков открыта, что сверху, что снизу. Если вы старало, то агрите пистолетом, так как бегать туда-сюда постоянно слишком лениво. По защите с броней они бьют по вам вблизи 300-400 плюс дамага, а без брони могут бахнуть и 600 плюс, надевайте обязательно. А если бьют огненным шаром, там что 15-й, что 22-й уровень бьют по 200, независимо надета броня или нет. Самое ценное, что вы с них получите, это биоматериал. Попутно берите то, что мало весит, как и в предыдущем видео с пауками в мертвом лесу. Это челюсти, радиоактивный металл альфа и панцирь. Лапы и голову не надо, много займут места. Забыл еще упомянуть, еще панцирь в количестве 5 штук нужен для создания хитинового шлема у Виктории. За один заход, который примерно выливается в 40-60 минут, вы получите 30-40 тысяч жетонов максимум. Чисто отбить потраченные жетоны на амуницию. Ходил много заходов и каждый примерно приносит 30 плюс тысяч жетонов. Также лайфхак для новичков. С пауков падают модули на броню. И так как вы не можете взять больше двух модулей, потому что они в принципе больше выпадать не будут, то просто ставите вещмешок и в него складываете все выпавшие модули. За один заход падает около 10 штук примерно. Перед уходом забираете их и продаете. Что по итогу, так только то, что эти пауки ни на что не годятся, кроме сдачи квеста с доски объявлений. Не тратьте свое драгоценное время и деньги. Ну максимум, зачем они нужны, так это если их убивать попутно с токсичными пауками и шокерами. Что в основном и делают матерые, как попутный опыт и мимолетный хабар для продажи. И та идея, о которой я упомянул выше для разработчиков. Надеюсь, они смотрят и слышат. В процессе, когда мы с джендосом 24 общались и он предложил обменяться в випрями, у меня возникла спонтанная идея, которая просто перевернет представление об игре. Да, эта идея мелкая, не касается карт каких-нибудь там или пвп составляющей и даже не про баги или читы. Но примите как факт, что если у вас есть оружие, которое вы замодили, на создание которого вы потратили безумную уйму времени или жетонов, да или все сразу, то дорогие разработчики, добавьте возможность с помощью ножа подписывать это оружие. Если бы можно было бы еще на пушке подпись поставить, ручка я бы поставил. Было бы прикольно. И тут типа тоже на випре такое, чисто от джендоса. Это бы прикольно. Я слышал, а это было прикольно, если вы раздабы сделали так. Типа ножом можно выцарапать что-нибудь на оружие, либо там фломастерами, на ручках. Было бы интересно. Было бы именное. Все, что придет игроку в голову. От этого человек будет просто в восторге. Так можно создавать именное оружие, которое будет считаться эксклюзивом. И этот нож можно добавить либо в донатный магазин, либо сделаете эту функцию общедоступной без доната. Да и ножи станут использоваться хоть в чем-то. Пусть от того, какой нож игрок использует, и будет зависеть надпись, например. Или хер с ножами. В игре попадаются ручки в ящиках. Можно ручками расписывать. Пусть будут одноразовыми и редкими. Это заставит игроков шуршить все карты. Я просто уверен, что эта идея очень зайдет всем, без исключения игрокам. Идея просто безумно хороша. Пишите в комментариях, что думаете насчет этого. У меня есть также группа ВКонтакте и Дискорд канал. Переходите и подписывайтесь. Я там периодически пишу или что-то выкладываю. Будем на связи. А с вами, как всегда, Сарина Бургон. Не прощаюсь. Пока-пока. Так, ты прикольно получился. Я тогда нихера не умел еще делать. Было долго. Сделал элементарные вещи очень долго. Сейчас могу до 5 минут сделать. Ясно. Ладно, Бургон, может увидимся еще? А, увидимся. Я здесь... Завтра, наверное, нет. Я в лес пойду за взрывами. Я, наверное, еще здесь один. Я тут создам еще одного персонажа. Ну, имею в виду, что? Давай. Напишешь мне, какой у них я тебе помогу, потом... Давай, давай, да там. Спасибо. Спасибо.